Это в магазине, потому что это там чеканка, это там еще что-то такое. Да, вот они украсили свои письма. Я не имею в виду внутренний диагноз психологисти, я имею в виду, что просто очень разнорожная действительность, в которой вещи произвольно сочетаются и не могут быть вместе в принципе. И вот мы сегодня говорим про искусство, как будто слово общее. На самом деле мы говорим про аммонимы, мы говорим про много разных искусств. Это аммонимы, аммонимы, аммонимы. Но с другой стороны, вроде как мы про них говорим. И это как раз культурная, позитивная шизоферния, в которой огромная энергия. И слава богу, нам никто не говорит, что есть высокое искусство, есть низкое, есть какое-то настоящее искусство, есть не настоящее. На самом деле у меня был очень серьезный вопрос по поводу существует ли борьба внутри хотя бы одного вида. То есть, ну так Дарвину. Я считаю, что действительно художники должны дожить долго, чтобы дожить до следующего цикла. Не только художник. Мы сейчас говорим о разобразительном искусстве, но, естественно, для того, чтобы попасть в тот резонанс тех воздействий, которые характерны для данного вида. У вас решил тот билет или не тот, да? Дожил, узнал. Нет, почему? Это, по-моему, в основном сказал, что он дождь выросил долго. Долго. Он видел не только 15 лет репутации, но он разные виды города. Да, 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 да. Раздельно живете. Конечно. Саша, ну что, может быть уже на сегодня достаточно и люди выпить хотят? А вот еще Алиса Геннадьевна ничего не проверила. Она ничего. Ну, я такая опоздавшая есть. Вообще, мне кажется, что жить долго не надо. Надо жить столько, сколько Бог отменил. Надо жить хорошо. Да. А еще есть такая замечательная теория струн, которую наверняка все знают и о которой все наслышаны. И вот в связи с этой теорией художник вообще не обязан совпадать со временем, а совпадает с ним. А вот как бы неким таким, как сказать, узнами неведомым способом. Потому что, да, все время пронизано некими струнами, да, и существует совпадение, да, вот на уровне того, что... Ну, все знают, да, что вот из точки А, с точки В, да, мы можем идти так, да, но мы можем попасть в нее просто проткнув, да, пространство. И поэтому замечательные художники, которые прожили короткие, длинные жизни, они всегда вне времени. И сколько они прожили, и были ли они актуальны, востребованы, в принципе, это не важно. Вообще. Это никого не касается. Это вообще, да, это и не финансовые вопросы, и... Это главное, что я, например, вынес из этой беседы, вот то, о чем сказал Николай Иванович. Главное в том, что вот когда художник что-то делает, он кого-то называет, да нет, он что-то делает, а человек слышит свое имя, и он оборачивается на это. Вот это самое главное. То есть это вот есть момент искусства. Потому что, ну, а для чего тогда он все это делает? На мой взгляд, ситуация гораздо позитивнее, то, как я смотрю на современное искусство. Оно есть, оно всегда актуально, оно просто меняет свою форму. Для меня, для представителя молодого поколения, оно безумно интересно, самое-самое новичокое. И оно для меня актуально. Я считаю, что чем более массовым становится искусство, ну, чем больше оно переходит в дилитарную массовую, тем более творческим становится общество, появляются творческие города, появляются творческие индустрии. И это позитивная тенденция. Я понимаю, что многим художникам обидно, что, например, тот же, извините, писсуар Дюшана ценят как искусство, а их возможно даже не заключают. Но есть архи-искусство, архи-сложное искусство, есть супер-искусство, есть продолжение этого искусства, которое очень важно для развития человечества в целом. И роль архи-художников здесь неоценима, потому что они все это начинают. Они вытаскивают, начинают, а дальше все продолжается. Спасибо. А как Вы считаете, что масса сегодня, она поднимается в свете? Благодаря тому, что искусство становится массовым, безусловно. Я думаю, что в обществе... Не происходит упадок? А Вы считаете, что сейчас идет подъем, да? Я считаю, что... Да. Подъем. При всем том, что появляется очень много маргинальных. А маргинальные – это не всегда плохо. Из маргинального часто... А вот я говорила, что из маргинального вырастает настоящее. Но когда его много, то, в общем, очень трудно зарегистрировать. Когда его много, становится очень больше конкуренции и появляются совершенно неожиданными нормами. у нас нет, нет. Я считаю, что это не каждый раз, так или нет. И вот у нас нет, но все же, как нам нужно их попробовать. В общем, это удобно, яаров. Я не хочу, чтобы получить возможность получать это через 10 минут. Какая-то у нас нужна была. Немного, то, что нужно сейчас сказать. Продолжение следует...